Микс Ньюс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И начало, начало, помню шум детворы Посиделки в сарае, по субботам ладо Звон гитар по ночам Пусть я прошел дорог немало Но снятся мне с недавних пор Друзья, родной порог И мама, и двор Мой Бог Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Абонент доступен» В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу С нами сегодня певец, композитор Юрий Лоза Юрий Эдуардович, здравствуйте Привет Ну вот мы начали нашу программу С вашей песни Мы спросили, какую песню вы хотели бы, чтобы вы поставили И вы выбрали эту Почему? Чем эта песня для вас дорогая? А эта песня новая Дело в том, что многие считают, что Лоза давно и давно ничего не делает Что он написал один свой плод, а на нем плывет уже всю жизнь Вот эта песня новая, новый клип Хорошая песня Вот у меня Даша Донцова, когда послушала эту песню впервые Говорит, поставила ее 17 раз Это песня про мои дворы Поэтому мне хочется, чтобы меня все-таки считали действующим певцом Исполнителем, композитором А не записывали меня в разряд ретро 672-12-93-9 672-13-93-9 Уважаемые радиослушатели Также подключайтесь к нашей сегодняшней беседе Юрий Лоза с нами на прямой связи А что для вас лично, значит, ваши городские дворы? Ну, это же город моего детства, в котором я вырос И, кстати, я туда приехал недавно Как-то это мероприятие там было И сейчас у меня намечается еще одно там Это Алма-Ата И вдруг выяснилось, что город, он как бы мой Как бы родной, все в порядке Но люди уже ушли Вот те люди, которые, в общем-то, и связаны у меня были с этим городом Олицетворяли вот этот город И их уже нет И поэтому этот город становится таким же, как любой другой город В который я приезжаю И в нем уже нет вот этой ностальгии Потому что, ну, и поймите, и все-таки город сам меняется со временем У него что-то происходит с улицами Их перекладывают, новые дома вырастают И мало того, я приехал недавно Опять же, вот когда я туда ездил, в этот, в Алма-Ату Меня прокатили по местам моего детства Я подошел к школе и вдруг с удивлением увидел, что она двухэтажная Мне почему-то сказали, что она большая Она крошечная совсем, низенькая, маленькая В общем, все, что было в детстве Оказалось маленьким, низеньким, каким-то куцем, что ли Ну, Юрий Дмитриевич, вас сегодня на улицах узнают? Ну, люди старшего поколения узнают Молодые, они тоже периодически меня узнают Почему? Потому что они видят меня во всевозможных новостных роликах Я очень много сейчас комментирую, много говорю И вообще, мне говорят, что больше, некоторые из молодых Больше знают меня по высказываниям, а не по песням Ну, как реагируете? Вам приятно, когда вас узнают? Ну, конечно, безусловно, приятно Но, опять же, у каждой медали есть две стороны Одно дело, когда тебя узнают люди, которые тебя уважают Которые относятся к тебе хорошо и пытаются тебе как-то помочь А другое дело, тебя узнают люди, которые тут же понимают, что с меня можно что-то получить У меня было такое, когда я подхожу к киоску, спрашиваю что-то Для жены какой-то подарок купить А он мне называет цену, говорит, сумасшедшую Я говорю, ты что, сама сошел? Он говорит, ты же лоза, я говорю, лоза Чего ж ты жене не можешь купить этот подарок, что ли, за такие деньги? Я говорю, интересная психология То есть ты думаешь, что я их рисую, эти деньги, что ли? Ну вот, а среди молодежи есть у вас поклонники сегодня? Вы сказали, что в основном люди старшего поколения подходят, как правило Вы знаете, я прекрасно нахожу с ними общий язык, когда работаю на молодежной аудитории Если мне приходится работать в УУЗах, приходится работать для молодых людей Вот на их чисто молодежную аудиторию сначала они смотрят настороженно И там выходишь в дискотеку Первые минут 5-7 они еще не могут отойти от этого дискотечного микста Когда он бабахал им по ушам И вдруг я начинаю, выхожу, начинаю что-то говорить И я еще говорю, а их еще колбасит немножко Но потом со временем они понимают, что меня надо все-таки больше слушать Что моя музыка, она, наверное, не для ног, а больше для ушей, для мозгов И поэтому они, когда принимают это по правилам игры, то они прекрасно со мной коррелируются Ну вот вы сказали о том, что молодое поколение больше вас знает по высказываниям Лоза сейчас на хайпе, так о вас тоже нередко говорят Потому что ваши высказывания часто расходятся по интернету, становятся мемами Вот как такой интернет-персонаж, вы как оцениваете эту известность, эту славу? Она вас тяготит или наоборот может радовать? Ну вы понимаете, опять же, я же уже говорил по медали, по ее две стороны С одной стороны, да, есть люди, которые принимают то, что я говорю Есть люди, которые этому активно сопротивляются Поэтому одни говорят спасибо вам за вашу точку зрения Другие пишут мне в том же интернете в своих комментариях, чтобы ты сдох Ну вы понимаете, к этому надо относиться все-таки философски Невозможно понравиться всем в поляризованной стране Наша страна политизирована и поляризована, как любая другая страна Есть люди, которые за, есть люди, которые против Многие рассматривают эту жизнь в черно-белом варианте Либо ты за наших, либо за них И поэтому, если ты находишься где-то посредине То ты знаешь, что твои высказывания какими-то будут приняты людьми Если они в эту сторону, допустим, клонятся На ура, и ими же другими отвергнуты И я к этому совершенно спокойно отношусь и нормально себя чувствую Ну вот вы нередко выступаете с критикой в отношении коллег в том числе И вот не так давно писали о том, как вы раскритиковали Евровидение Конкурс, выступление Сергея Лазарева и Мадонны Ну, критикуете в том числе и, я помню, ваше высказывание о Юрии Гагарине Вы понимаете, в чем дело? Есть ошибка такая Меня почему-то называют критиком Ребята, я никого не критикую, я высказываю свое мнение Меня спрашивают язвечка Это критическое мнение Есть такое заблуждение, что Лазар сидит с утра Отыскивает повод какой-нибудь и начинает критиковать Лазар сидит с утра и занимается своими делами А потом ему звонят, возможно, журналисты спрашивают А как вы оцениваете то-то или то-то? Я говорю, ребята, я ничего не оцениваю и ничего не рецензирую Я просто могу высказать свое мнение по поводу Или, если его нет, то не высказываю Поэтому в Евровидении я не критикую Лазарева как исполнителя Я критикую людей, которые его послали за победой Или точно так же, когда мне говорят, что я там Гагарина Ни в коем случае, наоборот В этой передаче было сказано, что Гагарин это самая значимая фигура В прошлом веке в Советском Союзе Мало того, я о Гагарине говорил только в положительных характеристиках Но сказал единственную фразу Часовая передача была, часовая съемка Я говорю, только не надо ни в коем случае Гагарина сравнивать по действию С теми космонавтами, которые сегодня по полгода крутятся на орбите Потому что они там бадминтон играют, а Гагарин в ракете просто лежал Они из всей передачи взяли одну эту фразу и выложили ее в эфир Это работа не порядочных журналистов А не мои высказывания целиком Это выдранная из контекста отдельная фраза У нас звонок радиослушатель на линии Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса Мне нравится творчество Юрия Лазы А я хочу в его защиту сказать Что каждый человек имеет право на свое мнение Еще в России, что у нас говорят о демократии То есть свобода, слова печати И пусть он дальше говорит, что ему хочется Нравится это, не нравится На каждый раз, как говорится, не накинешь поток А вам, Юрий, я желаю успехов и дальше Спасибо Вот здравое мнение человека Но, к сожалению, есть люди, у которых Немножко мозги настроены по-другому Они считают, что только они имеют право на правду На высказывание этой правды Или озвучивание этой правды К сожалению, это так 672-12-93-9 672-13-93-9 Телефон на прямого эфира Звание Юрия Лаза у нас на прямой связи Да, у нас в Фейсбуке вопросы пришли к вам И вот Александр спрашивает Кому посвящена ваша песня с альбомом путешествия в рок-н-ролл Под названием «Мой приятель голубой» У меня было в моей жизни очень много людей Вот такой нетрадиционной ориентации Так случилось, что эстрадный мир, театральный мир Киномир Они, в общем-то, насыщены большим количеством людей С разными закидонами И мне приходится с ними контачить С некоторыми из них я поддерживаю Приятельские отношения до сих пор Почему? Потому что они Нормально относятся к своим Ну вот как раньше называлось это Отклонение от нормы Сейчас это чуть ли не нормой считается То есть они к этому, когда относятся нормально Они перестают это афишировать Они понимают, что это неправильно И не пытаются навязывать свой образ жизни Если человек живет И с кем он там встречается И как он проводит свой досуг И кто у него в друзьях Это его личное дело Я в этом плане совершенно толерантен Но я против того, чтобы эти люди Активно насаждали свой образ жизни Потому что если мы говорим о гей-клубах То надо понимать, что они должны быть В стороне от школы Они должны быть отдельные совершенно И то, что там происходит Не должно выплескаться за пределы этого клуба Точно так же, как любой клуб по интересам Не имеет права навязывать свою точку зрения Или свой способ времяпрепровождения А люди конкретные Ну я не помню, кому конкретно Тогда это было посвящено Но у меня, еще раз говорю Очень много людей, с которыми Вполне можно контачить И они не навязчивы Это главное Ну вот сегодня широко обсуждается История с фильмом про Элтона Джона Который вышел в российский прокат И фильм подвергся цензуре В частности, оттуда были вырезаны сцены Ну такого эротического характера Между мужчинами Вот как вы относитесь к цензуре Нужно ли, на ваш взгляд, цензурировать фильмы Которые поступают в прокат Я думаю, достаточно просто Объявить ему Статус определенный С какого времени его начинать смотреть Ведь поймите, что если мы вырезаем Какие-то сцены Можно таким образом Нарушить мотивацию поступков Нарушить хронологический ряд Не совсем понятно будет Почему действует артист То есть главный герой Таким образом Или как Почему он действует по-другому То есть Если это никоим образом не нарушает То в принципе, наверное Вмешиваться можно Но я бы не стал Почему? Потому что это видение режиссера Это может быть В этом заключена какая-то Задача конкретная Которую он хотел донести Просто статус этого фильма Должно быть Больше 21 Больше 18 Мы можем проставить Просто возрастной ценз Определить Которые могут смотреть этот фильм И опять же Брать ли его в прокат Опять же Есть еще один интересный способ Как делается во всем мире А не только в России А вообще во всем мире Фильм может получить Определенный прокатный статус Допустим Если в нем эти сцены остаются То их можно запустить Для просмотра в определенных местах А не брать фильм в широкий прокат Элтон Джон и Фредди Мерквери Которые стали героями двух фильмов Таких уже нашумевших Нравится вам их дворчество Этих исполнителей Ну если оторвать их от их жизни То мне нравится то Что они делали Если оторвать их от личной жизни Которую пытаются сейчас афишировать И которую пропагандируют Потому что мы любим Мерквери Все-таки не за то Что он с кем-то переспал Или умер от спида Мы любим Мерквери За те гениальные песни Которые он написал То же самое с Элтоном Джоном Он написал кучу хороших песен Которые никоим образом Не связаны с гомосексуализмом Но почему-то обязательно Стараются именно вот эту часть Его жизни Как бы Профишировать И выставить Поставить ее во главу угла Показать именно ее Они тут Как правило Пока не показывают Показывают Ту тяжелую работу Которую проделал артист Композитор Или поэт А пытаются показать То, что мешало Его работе Скорее Я думаю, что если бы Не гомосексуализм То и Фредди Мерквери И Элтон Джон Могли написать Больше хороших песен Вот Олег спрашивает У вас Одна американская группа Отлично По моему скромному мнению Пишет он Перепела вашу шедевральную песню Плот Знаете ли вы этих исполнителей Викинг Сайнс Эта группа называется Давали им Своё разрешение На перепевку И если нет То дайте Пишет Олег В Америке довольно много людей Послушали И всем понравилось А все дело в том Что оригинал прекрасный Да-да-да Я знаю О чем речь Это группа Калифорнийская Она просто прослушала Заинтересовалась тем Что есть ли вообще В России какая-либо музыка И эта песня им запала Они со мной вышли на связь И я сам сделал им текст Потому что Те тексты Которые я слышал ранее Я слышал эту песню На многих языках Её пели многие В Дании Швеции В Сербии В Хорватии Везде Где только не пели Вот По-английски Они бы спели То же так же Как и все остальные Прокиньте цветочки И горшочки Поэтому я сразу Обратился к сыну Сын у меня Он всё-таки Он женат на английском Он по-английски говорит Не хуже, чем по-русски И он опять же Человек с творческим мышлением Который Пишущий Прекрасно-прекрасно пишет И он написал мне Хороший вариант перевода Моего текста Такого же Литературный перевод Который уже укладывался в песню Я им отправил Они с ним согласились И спели Насколько мне известно Это единственная песня На английском языке Написанная российским автором Которые сегодня поют за рубежом Тем более в Америке Ну у нас в стране К сожалению Ну в своём Отечестве пророков Нет говорят Поэтому Мы наверное пытаются Всячески задвинуть Куда-нибудь подальше Никто об этом факте Не говорит Ну вам нравятся ваши песни В исполнении других музыкантов Я был бы рад Если бы они пели мои песни Мало того Я думаю Что если мои песни Попадутся Какому-то очень большому Известному исполнителю Но он наверняка Заинтересуется этим Но к сожалению В нашей стране Не принято показывать Что у нас есть Какие-то свои композиторы Поэты Смотрите На то же самое Евровидение Мы отправляем исключительно Людей с песнями Иностранного производства И на английском языке Показываем всему миру Что мы сами Ничего создавать не умеем Что мы точь-в-точь И один в один Мы сейчас сделаем Небольшой перерыв А потом вернёмся И продолжим наш разговор Певец и композитор Юрий Лоза С нами на прямой связи И вы оставайтесь с нами Мы продолжаем Это программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов Звукорежиссёр Родион Золотарёв И на прямой связи С нами сегодня Певец и композитор Юрий Лоза Юрий Эдуардович Здравствуйте ещё раз Немен Телефоны прямого эфира В нашей студии 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните Задавайте свои вопросы Звоните также Из-за рубежа Код плюс 371 И напишите ватсап 230-6191 Ещё одна громкая история Связанная с конкурсом Это история Шоу Голос История победы Дочери певицы Алсу Которая широко обсуждалась И выяснилось Что всё-таки Была накрутка голосов Вот как вы оцениваете Всю эту историю И её развитие Понимаете Я не смотрел Эту передачу Я не знаю Кто там что поёт Потому что Это мне совершенно Неинтересно Мне вообще Ковера неинтересна Если мне кто-то Понимает Что кто-то поёт Какая-то девочка Как уитни Хьюстон Я говорю А зачем мне слушать Эту девочку Если я могу послушать Саму Хьюстон Вот Поэтому мне как-то Это всё Вообще никак не касалось Но тем не менее Действительно Тема громкая Мне позвонили Говорят Как так Я говорю К тому же сценарию Есть люди Которых тащат Есть люди Которых протежируют Есть люди Которых делают Победителями Не бывает Такого Я думал Хотя бы в оперном искусстве Мне почему-то раньше казалось Что в оперном искусстве Всё более как-то Честно что ли Но у меня сын поучаствовал У меня оперный баритон И всё-таки С его подготовкой С его умениями Он всё-таки Оперный педагог К тому же ещё Консерваторием Годы работы за рубежом В Швейцарии В Австрии Вот Он всё равно Даже он попадая На эти конкурсы Сразу начинает понимать Кого тащат Кого тянут Какие педагоги Тащат своих Или какие там Протежированные люди Всегда понятно Это сразу видно А тем более В таком конкурсе Голос дети У каждого ребёнка Есть родители Если эти ребёнки Могут надавить То они обязательно надавят Ну и что тут особенного Единственное Что мне сразу Вот не понравилось И о чём я говорил Ребята Если вы собираетесь Строить карьеру Своему ребёнку Скажем Певческую Не дав сформироваться Его голосу Вы можете Испортить ему судьбу Почему Потому что Вдруг выяснится Что этот ребёнок Не умеет петь Ну не вот скажем Ну не может петь В силу того Что голоса у него нет Ну вот прошла ломка И всё И голос пропал Так было С одним моим Очень хорошим приятелем К сожалению Его нет в живых уже Был такой мальчик Который пел Пусть будет неуклюже Серёжа Парамонов С лёгкой шепелявостью Он был любимцем Всей страны Вот он Перепел Вот он всё Когда у него ломка была Он горланил И у него пропал голос совсем А он уже был нацелен Настроен на то Чтобы стать Ну там Вокальной звездой Какой-то там Или продолжать Эту карьеру Соответственно У него начались Дикие проблемы Психологического плана В первую очередь Потому что он чувствует Себя звездой Он помнит Как он был популярен Как он всё это пел А вдруг выясняется Что сейчас Все на него смотрят С ЦК Потому что голоса нет Также и здесь Я говорю Ребята Подождите Дайте ребёнку попробовать Всего Всего понемножку Чтобы он Потанцевал Порисовал Попел и так далее Потом когда он определится Когда выяснится Кто он на самом деле Ну поздно Ну вот скажем Зачем ребёнку Прорчить баскетбольную карьеру Если он не вырастет Больше метра семьдесят Ну бесполезно делать В баскетболе что-либо Там Идти в баскетбол С таким ростом Поэтому дайте ему сначала Вырасти Да определенного Потом уже отправлять В баскетбол Ну по логике так Вот о чём я писал Ну вот вы комментируете Историю Также сказали Что попросту Микелу Абрамову Уничтожили собственные родители Но вот всё-таки По поводу Аннулирования голосов Как вы это оцениваете Я так не говорила Это опять всё заголовки Которые придумали журналисты Я говорю Ребята Если вы планируете Для своей дочери Для всех крупных изданий Для дочери Певческую карьеру Ну подождите хотя бы Пусть она сформируется Как человек У него связки должны Ещё окрепнуть А потом уже будете говорить Будет она петь или нет Зачем её сразу Сейчас Программировать Вот на такую карьеру Вот о чём я сказал Вы можете сломать Ребёнку жизнь Если она будет Плохой певицей Но будет этим заниматься Всю жизнь То она всю жизнь Будет комплексовать Как я уже рассказывал Но всё-таки Это история с аннулированием Вы как её оцениваете Что правда восторжествовало Или что это на ваш взгляд Ничего не восторжествовало Потому что они собираются Но будущий год снова проводили Дурацкий конкурс Понимаете что это глупость Несусветная Заставлять Ребёнка с кем-то воевать Смотрите я же слышал эту фразу Когда показывают за кулисе Говорят ребёнку Иди порви их всех Ребята вы с головой Кто-нибудь дружит или нет Ребёнок должен любить людей Никого рвать он не должен В этом возрасте Кого он может порвать Этот шпингалет Кого Ну о чём вы говорите сейчас Вот о чём я Я пытаюсь это всё донести До людей Но это не слышат То есть вы считаете Что конкурс Голос дети Нужно закрыть Он вообще нужен Фестивали для этого существуют Где каждый ребёнок Может показать себя Но в этих фестивалях Не должно быть Вот этой конкурсной основы Ты не лучше другого ребёнка Ни в коем случае Не надо ему это Сразу изначально Вбивать ему в голову Что ты лучше всех Ты не лучше всех У тебя есть свои собственные Какие-то там У тебя свои У него свои какие-то особенности У тебя свои таланты У него свои таланты Но уважение к человеку Как вы завоюете Если вы сразу говорите Иди порви их всех Они все тебя не стоят Что за ерунда Ну Юрий Дорожевич Что касается голоса дети Считаете ли вы Что этот проект не должен существовать Я считаю Что в том виде В котором он сейчас существует Конечно нет В рамках фестиваля Когда все получают призы И все одинаковые И никому не говорится Что он лучше других Безусловно Сколько угодно Ну вот вы рассказали о своём сцене Действительно он баритон Академический певец И он принимал участие В телевизионном проекте На канале СТС Если не ошибаюсь Проект Успех И членом жюри Был рэпер Гнойный Вы в своё время Раскритиковали рэп-баттл Гнойного и Оксимирона Гнойный как раз был Членом жюри В этом проекте Где участвовал ваш сын Вот его реакция В отношении вашего сына И на ваш взгляд Она была объективной Или необъективной Ввиду ваших высказываний В том числе и в его адрес Я думаю Что Вообще Когда вы рэпера Сажаете в жюри И заставляете его Оценивать выступления Вокалистов Это немножко неверно По одной простой причине Потому что Он ничего не понимает В вокале Ну зачем Ну давайте будем Сейчас возьмём Маляров Посадим Чтобы они судили Судили допустим Оценивали творчество художников Давайте сейчас кинооператоров Посадим Чтобы они оценивали Творчество режиссёров Или актёров Но вы поймите Что работник сцены Не может оценивать Творчество Актёра Который выступает На этой сцене Всё-таки Должны быть профессионалы Которые в этом деле Что-то понимают И если рэпер гнойный Он понимает В своём рэпе То это вовсе не значит Что он понимает В музыке Потому что Настоящий рэпер Вы поговорите с ними Он вам скажет Настоящий рэпер Он не опускается До выпивания Каких-то там сраных нот Он читает Настоящий рэпер Не опускается До стишков Там шмышков ваших Он рифмует Понимаете Это другая совсем психология Это другая вообще Другой образ жизни Каким образом рэпер Может оценивать Например Выступление вокалиста В чём в этом понимаете Ничего Ну да Известные люди Но есть ещё известные люди Есть люди известные Которые там Телеведущий Он тоже ничего не понимает В вокале Он просто телеведущий Он объявляющий Ну да Его все знают Блогер Который популяризирует себя Показывая Как он чистит зубы Ну посадите его сейчас Пусть он судит вокалистов Или пусть он судит Творчество Кинорежиссёров Или художников Это же бред Ну можно ли сказать Что он не объективно Оценил выступление Олега В этом конкурсе Понятия не имеет Он там оценивал Или не оценивал Меня абсолютно не интересует Мнение рэпера Гнойного По отношению К вокалу Почему? Потому что он в этом деле Ничего не понимает Я понимаю Потому что я записал Только на студии Там Неимоверное количество Вокалистов Я сам вокалист Я знаю Мне приходилось Править вокальные партии Я работаю С этими программами Я могу оценить Теоретически Правильно спито Плохо Хорошо Но опять же Я не могу оценить Другие какие-то там Моменты Потому что Джо Кокера Трудно назвать вокалистом Трудно было назвать вокалистом Но тем не менее У него была Всемирная популярность Но я могу оценить его С другой точки зрения Я могу оценить его С точки зрения композиторской Он ничего не написал Это можно сказать Он пел кавера всю жизнь Ну вот кавер-исполнитель Джо Кокер Хороший был Ну наверное да Потому что нравился людям В определенный период Он пел Очень плохо Когда-то пел Более-менее И так далее Это можно как-то оценивать Но оценивать мне Как профессионала Который сам занимается Этим ремеслом Человек Который никогда Этого не делал Ему трудно будет понять Что это за исполнитель Он будет оценивать Только по количеству Проданных пластинок А это уже Или по количеству лайков Я уже говорил Ребята Не надо оценивать людей По количеству лайков Или количеству подписчиков Недавно умер осьминог Пауль Вот у этого осьминога Пауля Который предсказывал Результат футбольных матчей Перед чемпионатом мира У него подписчиков было больше Чем у очень многих наших блогеров Или телезвезд Или эстрадных звезд Понимаете Поэтому нельзя оценивать Насколько человек Популярен или не популярен Или хорош или не хорош Как профессионал Поэтому чего мне смотреть На этого гнойного Ну гнойный Гнойный Тухлый Их много И все-таки раз Вот все-таки Если говорить о популярности Об инстаграмах О социальных сетях Потому что вот Ольга Бузова Известный персонаж Светской жизни Наверное Можно так ее назвать Она тоже поет теперь И у нее около 13 миллионов подписчиков В инстаграме Ее называют Одним из самых Популярных инстаграмеров Там она с Ким Кардашьян Даже вроде как соревнуется Это все-таки Не считаете критерием Успеха в какой-то степени? Ну я думаю Осьминога Пауля Было больше подписчиков Ну сомневаюсь У Ольги Бузовой Больше чем у Ким Кардашьян Поэтому она пока что В лидерах А у Успеха Пауля Больше чем у них Обоих вместе взятых По миру И что? Вы возьмете Сейчас любого там Китайского или корейского Блогера У которого этих подписчиков Миллиард И что? И мы не знаем Вот сейчас вышла песня Я помню Очень у нас Долго крутили Которая набрала Что-то там Четыре миллиона Она состояла Из двух фраз Apple Pen Apple Pen Чу-чу-чу-чу Набрала миллиард Этих просмотров И у человека Там миллиард подписчиков Я посмотрел на это Ну боже мой Ребята Подождите секунду Это вообще не музыка Это не песня Это компьютерная такая Компьютерная мулька Которая всем понравилась И она набрала Огромное количество лайков Или подписчиков Давайте мы сейчас Разденем Бузову И пусть она Голыми ягодцами повертит У нее появится Еще полтора миллиона Подписчиков Которые заглянут Посмотреть Как она ее крутит Но это не значит Что это имеет отношение К чему-то Связанному с творчеством С искусством С музыкой С чем угодно То есть у нас популярность Сейчас оторвана От поступка Я пытаюсь это объяснить Люди никак не могут понять Раньше Скажем для того Чтобы стать популярным Надо было что-то совершить Перелететь На Северный полюс Спеть хорошую песню Ну вот скажем Человек спел хорошую песню Стал популярным Сейчас все наоборот Стал популярным И поэтому спел То есть все перевернулось С ног на голову И в этом Бузова Запела Когда стала популярной Популярной стала Потому что у нее был Скандальный развод Она просидела в доме 2 И что? Что за поступок Такой развестись И посидеть в доме 2 Ну так случилось У нас страна Которая раскручивает людей Ничего из себя не представляющих Я не знаю И говорят И опять же Меня спрашивают Нужно ли отправлять ее на Евровидение Я ничего не знаю Один единственный ролик Который я видел в интернете Это когда она пела Подошли к ней 2 комика Из Камеди Клап Отобрали у нее микрофон А голос продолжал звучать Это единственный ролик Который я видел Все посмеялись И сказали Что она поет под плюс Ну сказали Да вот сейчас такая есть Манера исполнения Под плюс Когда звучит панограмма А артист пытается Под нее что-то там пробурчать Ну может быть Она Я не слышал Умеет ли она вообще Издавать звуки Микрофон Под панограмму Я не знаю Ну вот у вас есть книга Она называется Научу написать Научу писать хиты И вот в одном из интервью Вы сказали Что вот это стихотворение Это хит Я сейчас его процитирую У моей зазнобы Дом возле пруда И пускай вокруг сугробы Мягкая перина Ждет меня всегда У моей зазнобы Вот этот Ну он сказал Там нет Так и строк Я вообще не называю Хитами Свои собственные песни Я говорю Что я научу писать хиты Но ни в коем случае Не выставляю свои песни Как хиты Потому что ни одна из них Практически кроме плота Хитом назвать Названо быть не может То есть это не хит Но это есть в вашей книге Где рассказывают Как научиться Нет Такого у меня в книге нет И поймите меня правильно Любая песня Может стать хитом Только при определенной Раскрутке Я написал много Очень хороших песен Если бы они получили Должную раскрутку Они безусловно Стали бы хитами Но сделано все Для того Чтобы меня на этом Небосклоне не было Понимаете Что меня с дуру Как-то пригласили На первый канал И я спрашиваю Аксюту Которая Отправляет Ну занимается Вещанием нашим И отправляет Людей на евролинии Я говорю Юра Скажите А почему вы бежите К американцам Покупать у них Песни для наших Исполнителей Ведь американских Которых выберете Вот Роня Гудкин У которого они покупали Два года подряд песни За большие бабки Его же не поют в Америке Он бывший басист-автограф Ну да Он стал американцем Получил гражданство Но это не значит Что он научился писать песни Он говорит Ой да что вы можете Россияне Да ну астер У тебя одна песня Ты с ней ходишь Я говорю Юра Ты же сам сделал Все для того Чтобы люди знали Только одну мою песню Ведь это же ты вырезал Меня из программы Давайте обедать На первом канале Для того чтобы Меня не было вообще Для того чтобы покупать Зарубежное вторсырье Им же удобнее Так существовать Покупая зарубежное вторсырье Это не только в музыке происходит Это происходит во всем Выгоднее покупать Иностранные лекарства Чтобы выставлять их За большие деньги Потому что российский аналог За такие большие деньги Не поставишь на пол Если у тебя есть Дешевый российский аналог Ты можешь его поставить Только по себестоимости Но с него не получишь Большой прибыли То же самое и с музыкой Купить зарубежный контент Какой-то За маленькие деньги Но выдав его За большие И получить с него Большой откат Гораздо выгоднее Чем заплатить Нашему собственному автору То есть допустим Допустим мне Это же общая позиция такая Что я могу поделать Я не могу поменять систему Так Юрий Иванович Это не ваши хиты Не ваши стихи Простите В песни Как научить Научить писать хиты Мои конечно Только я никогда Не говорю Что это хиты Я говорю Что они вполне Могли бы стать хитами Если бы получили Достаточную раскрутку Ну вот вы говорите О том Что раскрутка В общем-то Определяет Вот очень часто Можно услышать Что от артистов То очень важно Удержаться в обоими Очень важно Быть в первых рядах И от чего Это на ваш взгляд Зависит Действительно Там есть такие Жесткие правила Шоу-бизнеса Нужно дружить С тем-то Или с тем-то В общем-то Входить в какие-то Кланы И так далее В любом случае Клановость Никто не отменял Вообще В нашей жизни Вы поймете Что начиная От политики И кончая Самыми Ну любыми Сферами нашей жизни Все это Все клановость Всегда свои Вы смотрите Кто продает вам В магазине В техническую Какую-нибудь Там Ну аппаратуру И так далее Племянник Директора Этого магазина Кто Сидит Редактором На телевизионном канале Племянник Или племянница Какого-то Большого начальника Они же там Поймите Вот эта вот Эра Ну Она Всегда была По-моему Вот Всегда была Одна и та же система Мы сначала Берем Создаем команду Потому что мы должны Опираться на своих Что политики Что музыкальные Какие-то деятели Везде Абсолютно Все свои Тоже так же Если вы придете На телевизионный Какой-то Большой канал Начиная с первой И конечно Всеми остальными Российскими Вы сразу увидите Что какая-то Конкретная структура Занимается вещанием Скажем Музыкальным вещанием Если вы пришли На первый канал Вам не пройти Мимо Арса Все Огромные Большие Серьезные мероприятия Будь то конкурсы Фестивали Или правительственные концерты Все проводят Одна и та же структура Зачем им лишние люди Ко мне Из Арса Обратились один раз Когда нужно было Съездить на Буровую Мне позвонил человек Говорит Нам надо кого-то отправить Туда там У них нет Берем две колоночки И надо будет Там Первая 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 Скважина Что ли Праздник Я говорю Так у вас Артистов Как в грязи Он говорит А кого я туда пошлю Кого я им Киркорова пошлю Моисеева Вы поймите Он говорит Ты что не понимаешь Что ли Выскочит Моисеев Скажет Ребята Ваши ручки Ты видел их ручки Они в пятисигранцный мороз Крутят Эти гайки Поэтому туда нужен мужик Нормальный мужик У меня таких нет Он говорит Варцы Поэтому вот Обратят Тебе Брать Артиста Со стороны Но это не значит Что они потом Отдадут мне Эфирами Или чем-то еще Заплатили денег И все Расстали И сделали все Чтобы не мешался Под ногами Это система Она так устроена Сплошная клановость Во всем Раньше Ходил такой слух Такая легенда О том Что российскую эстраду Держат два человека Это Алла Пугачева И уже покойный Иосиф Кобзон Насколько эти легенды Эти мифы Эти разговоры Вообще соответствуют Действительности Ну есть клан Пугачевой Безусловно У нее свое окружение Она вела программы Всевозможные Когда человек Получает свой Собственный эфир Он получает еще И расходный материал Которым можно обмениваться Понимаете У него есть что С кем поменяться Если Пугачевой Отдали возможность Провести рождественские встречи То ее клана На все встречи Не хватает Она готова взять Человека со стороны При условии Что один из ее людей Будет уже в другой Какой-то программе То есть люди же меняются Как-то Бартер называется Вообще это называется Бартер А Кобзон Поймите Кобзон ушел И что сейчас о нем говорить Кобзон имел Очень большой вес В эстраде Но именно потому Что у него Помимо эстрады Был еще Другой бизнес Ну или как Не бизнес его назвать Он был политик Он сидел в думе У него были Какие там структуры Которые он управлял Руководил И так далее Поэтому Кобзон Он был независим Он мог открыть Любую дверь ногой Именно в силу Своего положения И конечно же Он мог указывать Многим На эстраде Как им действовать Или как жить И в общем Когда у вас есть Независимость Вам проще жить Если у вас есть Своя нефтяная скважина Скажем Вот для примера То вам уже Как бы Можно ездить На благотворительные концерты И не думать О том Заплатят вам или нет Скажем У меня неоднократно Такое было Когда мне обращаются Говорят А вот у нас Кобзон бесплатно пел Я говорю Понимаете У Кобзона был Еще другой источник дохода Помимо Помимо Скажем Вот этой Концертной деятельности У меня их нет У меня пенсия Мне платы 12 тысяч в месяц И больше я Ничего получить не могу Кроме авторских Ну авторские Это опять же Это заслуга Моя же Потому что я написал Эти песни Но эти авторские Они очень небольшие Сейчас Поэтому мне Работать бесплатно Концерты Как Кобзону Конечно Нельзя Чему мне надо Кормить семью Моим музыкантам Тоже надо Кормить свои семьи То есть Мы в разном Находимся В положении Но то Чтобы Кобзон Рулил все эстрады Или Пугачева Это неправильно Эстрады Рулить совсем Другие люди И они Как правило В тени Ну вот Еще один вопрос Из фейсбука Зачитая его Как есть Дима спрашивает У вас Какая ваша песня Заняла какое-нибудь Место В каком-нибудь Хит-параде За последние 25 лет Спасибо Для того Чтобы занять Надо чтобы вас В этот хит-парад Включили Смотрите Вот у нас Эти хит-парады Всю жизнь Они были Хит-парады Там Московского Комсомольца Звуковая дорожка И так далее Когда я записал Альбом Путешествия Рок-н-рол У меня там Есть песня Баба Люба Которую перепеть Не может никто Вот уже 30 лет Никто так в жизни Не споет И не умеет Меня ни разу Не включили Ни в один из Хит-парадов Не то что Хит-парадов А конкурсов Хит-листов Как вокалиста Я играю На гитаре 50 лет Ну и В общем-то Чувствую себя уверенно Переписал Кучу партий Себе и многим Другим Музыкантам Меня ни разу Не включили Ни в один Из Хит-парадов Или конкурсов Как гитариста Моя Я вам говорю Мою песню Плод единственную Которую поют На английском языке В Америке Меня ни разу Не включили Ни в один Этот даже Не номинировали Как композитора Никуда и нигде Мне Я точно уверен Что у меня Есть такой Заслуженный работник Культуры Сокращенно Засрак Мне Засрак Они дадут На 80 лет Меня даже Не включали Ни разу Ни на название А вы говорите Чтобы я попал В какой-то Хит-парад Меня проще Не замечать Но вам обидно Что вас не включают Хит-парад? Да как Вы же понимаете Как Мне же открытым текстом Говорит Программный директор На радио Говорит Вот ты опять Несешь свою Гнетленку Куда я буду Ее совать? Смотри Вот это вот Хит-лист Прошлого месяца Вот позапрошлого Видишь Какая движуха Произошлась Позапрошлого С 11 места На 3 Я говорю Подожди секунду А он мне говорит А ты сейчас Принесешь мне свой плод И чем я буду Его выдавливать? Мне нужна движуха Поэтому мне Вот это вот Усредненка Среднее Вот это барахло Которое я слушаю Мне оно С ним просто работать Я могу им манипулировать И так далее А когда люди Переносят что-то стоящее Мне с этим тяжело Потому что оно Не вписывается В общую канву Вы смотрите Как Насколько упал Уровень Современной эстрады Если раньше Каждый год Выдавал нам Десяток Офигительных хитов Которые потом Шагали просто В народ Какая песня За последние 10 лет Шагнула в народ Что поют Добавили за столом Вот Плод его поют 30 лет за столом У костра мне говорят Ну вот песня Спасла мне жизнь Эта песня Помогла мне В тяжелый момент Какую песню Сегодняшнюю Написанную Сегодняшними композиторами Перекачивала Кроме рюмки на столе Рюмководки на столе Я других не слышал Спасибо, что нашли время И вышли в прямой эфир Программы Абонент доступен Певец и композитор Юрий Лоза Был гостем программы Спасибо вам Всего доброго И до свидания Всего доброго Пока До свидания